Всем привет! Сегодня мы будем рисовать нежный интересный дизайн духи гель-лака. На палитру я нанесла желтый цвет и оранжевый и топ без липкого слоя. Добавляем желтый в топ и чтобы сделать полупрозрачный желтый и им рисуем подмалевок наших духов. Такой дизайн лучше выполнять на белом цвете или на камуфляже, как это делала я. Рисуем прямоугольничек прозрачным желтым цветом. Это будет наш флакон от духов. Пушистой кисточкой я подталкиваю гель-лак к краешкам, чтобы сделать его темнее по краям и чуть светлее внутри. Просушиваю. Далее оранжевый добавляем в топ и немного затемняем края и вниз флакончика. Далее тоненькой кисточкой обозначаю дугу. Это будет наше донышко. С одного краешка делаю аккуратненькие штришки также полупрозрачным оранжевым. Просушиваем. Далее черной гель-краской начинаем прорисовывать контуры. Чтобы линии были очень тоненькие и изящные, я беру тонкую кисть, самую тоненькую, которая у меня есть, и очень-очень хорошо пропитываю ее черной гель-краской. Рисуем аккуратненько, тоненько, самым-самым кончиком. В этом дизайне очень важно, чтобы линии были тонкие, чтобы создать легкость и невесомость. Также прорисовываем крышечку. Далее будем переходить к прорисовке этикетки. Всегда следите за тем, чтобы, когда вы макаете кисточку в гель-краску, у вас не образовывалась капля сверху. Это очень важно. Если образуется капля, линия уже не будет такой тонкой. Посередине рисуем этикетку и пишем номер 5. Если у вас нет гель-краски, а есть только гель-лаки, так как они не выводят такие тонкие линии, старайтесь проводить промежуточные просушки. Вот так это выглядит. Соединяем аккуратненько все линии, все недочетки убираем и сушим в лампе. Можно оставить и так, но мне почему-то кажется, что в этом дизайне не хватает чего-то яркого. Я решила добавить сюда очень простые розочки. Сейчас я вам покажу, как это делается. Так как я выполняю дизайн не на белой подложке, я делаю подмалевок белым гель-лаком. В уголочках нашего ноготка прорисовываю такие некие кружки с неровными краями. Это будут наши розочки. И добавляю по паре лепесточков. Это очень простые и нежные розочки. Просушиваю. Далее берем розовый гель-лак. И то место, где у нас будут розочки, закрашиваем. Лучше, если розочки будут выглядывать где-нибудь с краешку, чтобы не утяжелять дизайн и не переносить все внимание на себя. А теперь макаем кисть в розовый гель-лак, в темно-розовый. И по мокрому рисуем такие завитушки. И нежно-зеленым раскрашиваем лепесточки. Если у вас нет таких нежных цветов, то лучше смешать зеленый с белым гель-лаком. Вот так уже намного лучше. Просушиваем. И дополняем черной прорисовкой. Краешки прорисовываем дрожащей рукой, чтобы не было четких границ. И также выделяем листики. Повторюсь, нужно обратить внимание, чтобы все линии были тонкие и на кисточке никогда не образовывалась капля. Так уже намного лучше. Просушиваем и покрываем наш дизайн топом. Сушим и снимаем липкий слой. Наш нежный дизайн готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!